Богородься, Тебя, радуйся, благодатная Мария, Господь, слава. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот, дорогие мои, прошла и еще одна неделя. Наступил воскресный день, и мы, как всегда, с большой радостью спешим в святой храм. И, как всегда, с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. Во время оно, пришедши Иисусу в страну Гадаринскую, и же есть обон пол и Галилеи, и шедши же ему на землю, встретя его муж некий от града, и же имяша бесы от лет ноги, и в ризу не облачашеся, и во храме не живяше, но во гробе. Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к нему и глазом велием рече, что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, молюйся ти, не мучай меня. Повели уба духа вини чистому, и зыти от человека, от многбо лет восхищаше его, и вязах у его узы железны и путы, стригуща его, и растерзая узы, гоним бы ваше бесом сквозе пустыни. Вопроси же Его Иисус глаголя, что те есть имя, он же рече легион, яка бес всем ноги в недоше вонь, и моляху Его, да не повелит им в бездну идти, бежит у стада свиней много пасома в горе, моляху Его, да повелит им ты в нити, и повели им. И шедше же бесы от человека в недоше во свинья, и устремися стада по брегу в езеро и истопе. Видевше же пасущее бывшее бежаше, и возвещише в ограде и в селях, изыдоша же видите бывшее, и приидоша ко Иисусове, и обретоше человека сидяще, из него же бесы изыдоша, оболченно и смысляще, при ногу Иисусову и убояшеся. Возвестише же им видевшее, как о спасесе без нававы, и моли Его весь народ страны гадаринские, отойти от них, яка страхам вели им одержимый беху, он же влез в кораб, возвратися. Моляхуся же ему муж, из него же изыдоша бесы, дабы с ним был. Отпусти же Его Иисус глаголя, возвратися в дом твой, и поведай, или кати сотвори Бог, и идя по всему граду проповедая, или ка сотвори Ему Иисус. Мы видим, слышим сегодняшнее евангельское чтение одерживого бесами человека, который тяжко страдал. И когда Господь проходил мимо, бесы поняли, что будут изгнаны, и они стали молить, чтобы Он не в бездну их посылал, а в свиней, которые стадо паслось. Господь разрешил им это сделать. И бесы вошли в свиней, и стадо свиней побежало по берегу и утопло. Мы видим, здесь, казалось бы, доброе дело сотворено. Человек освободился от тяжкого недуга. Но почему Господь попустил? Второе, следующие неприятности. Ведь стадо, это была собственность людей, и оно погибло, и люди тоже, опять-таки, получились неприятности. И возникает вопрос, почему Господь позволяет, чтобы это зло совершалось и тогда, и сейчас, и в наше время? Почему сегодня столько горя вокруг мы видим, столько несправедливости, сколько войн, сколько, к сожалению, убийств, издевательств? Отцы церкви говорят, попускает Господь господство злю для предохранения нас от беспечности и для возбуждения нас к духовному бодрствованию и деятельности. Допустим, путник, ему нужно идти и с одного гора в другой. Он знает, что на дороге там люди сообщают, плохие люди обижают, грабят людей. И что же ему делать? Он же не станет, а пойду, вдруг повезет, вдруг... Некоторые так делают, но это неправильно. Очень редко везет. Человек думает, может, я пойду другим путем. Или еще иные выбираю моменты. Или на чем-то кто-то меня будет охранять, чтобы преодолеть этот... То есть человек задумывается и беспечность убирает, а думает, как преодолеть эти трудности. Отцы церкви говорят, когда христианин знает, что в мире много соблазнов и искушений, то он не будет передаваться рассеянности, нерадении праздности, а непременно подумает, не угрожает ли, с какой стороны опасность, и для его души. Если увидит ее, то подумает, как бы ему избежать ее. Таким образом он будет к себе всегда внимателен, будет постоянно стоять на страже своих мыслей. Святой апостол Яков говорит следующее слово. «С великой радостью, братья, принимайте, когда впадете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны». Апостол Павел говорит следующее слово. «Мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби приходит терпение. От терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыждает». И очень прекрасные слова отцы церкви говорят нам. «Бог попускает господствовать злу, чтобы через борьбу со злом дать нам возможность укрепиться в добре». Далее. Это зло, которое сейчас существует в нашем мире, помогает укрепиться в вере, любви, братстве. Казалось, почему, как? Ну, вот так оно и получается. Вспомним великие гонения на церковь. Тоже богоборчество. Тоже, когда иконопочитание было уничтожаемо. Сколько икон было уничтожено, сколько людей погибло. Но сколько было исповедников, сколько принесло это польза, люди укрепились в вере. Они стали, как скала. Сколько людей вели на мучения, они не отрекались от Бога. Они были с Богом. И на их, на место одного такого становилось десять, сто других людей, христиан, которые принимали Христа и которые были с Богом. Далее. Отцы церкви говорят. «В без искушения падешь, но и тот может быть, и это может быть на пользу. Падение научает нас смирению». «Не унывай часто, впадая в грех, а смиряйся и к Богу обращайся. И знай, что грешник смиренный и кающийся всегда приятнее Богу, чем праведник, гордящийся своею праведностью». Это как, допустим, человек болен. И он знает, что он болен. И он начинает лечиться. И он выздоравливает. Как это здорово. А если бывает человек болен, те же алкоголики, они никогда не признаются, что они больны. Говорят, как надо. Если мне надо, буду я брошу в любой момент это пьянство свое. Если я захочу, я это сделаю. Глупости. Он уже не сделает. У него уже силы воли нет. И он погибнет. Поэтому, когда ты знаешь, что ты болен, ты лечишься. И когда на нас, на людей нападают эти какие-то искушения, говорят, не унывай, отцы церкви учат, не унывай, часто впадать в грех, а смиряйся и к Богу обращайся. И знай, что он грешник, что грешник смиренный и кающийся приятнее Богу. Еще раз эти слова напоминаю. Поэтому, дорогие, мы должны это понимать и осознавать. И мы должны понимать, что наша земная жизнь это не место для прогулок, для отдыха, где все будет прекрасно, где ничего так, немножко поработал, немножко что-то и все остальное светло и легко. Нет. Это тяжкий путь, тернистый путь к Богу. И этот путь нужно пройти достойно. И награда будет у каждого, кто его достойно пройдет. Как сказано в Священном Писании, «Побеждающему нам сести, побеждающему нам дам сести со мною», говорит Господь Святому Иоанну Богослову. Поэтому, дорогие, мы должны это понимать и осознавать, и не скорбеть, когда у нас, по-моему, бывают трудности, а идти вперед, преодолевать их, знать, что милость Господня будет с нами. Главное, чтобы мы были с Богом. Ведь мы же сколько раз вспоминаем это, как на богослужении говорится, «С нами Бог». Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. Покоряйтесь не греху, а Богу, с Божьей помощью вы преодолеете любые трудности, и любые грехи уйдут в сторону, но с помощью Божьей. И поэтому, дорогие отцы церкви, опять-таки, нас учат и говорят, «Мы тогда были бы несчастными в борьбе со злом и грехом, если бы представлены были одним своим силам. Но мы не одни, с нами Бог, Его божественная благодать, с нами крестная сила, и у нас есть ангел-хранитель. Будем же усерднее молиться, будем чаще очи и сердца возводить на небо, и призывать божественную помощь, и Господь придет к нам. А тогда и среди тысячи зол и напастей останемся целы, невредимы и спасемся». Аминь. Бог на помощь, ангел-хранитель. Богородице, дева, радуйся, благодатная, Барине, Господь, слава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова